Аптека для бережливых Бережливых заботится о вас. Двух мертвых тюленей. По их данным, животные лежат на пляже уже не первый день. Некоторые предположили, что причиной трагедии стали учения в море. В Калининграде Оксана Масляник разыскивает свою мать, которая ушла из дома две недели назад. Поиск у женщины просит присоединиться всех неравнодушных. На территории фан-зоны вооруженные преступники заложили бомбу, чтобы скрыться. Они открыли огонь. Переживать не стоит. Все это было по отработанному сценарию. Прогулка только на поводке, в наморднике и строго в отведенных местах. Депутаты разрабатывают новый закон для владельцев четвероногих. Мечтаете узнать, что такое телевизионная кухня? Первый городской дарит такую возможность. О том, как проходят съемки видеороликов, расскажем в селфи-материале. Ну и главной теме дня. На Зеленоградском побережье местные жители обнаружили двух мертвых тюленей. Об этом они рассказали сами в социальных сетях. По их словам, животные лежат на пляже уже не первый день. В подтверждении своих слов, калининградцы выложили фото и видео, на которых также видны два мертвых баклана и крупная рыба. Очевидцы обратили внимание и на цвет морской воды. Она желто-коричневая. О мертвых тюленях калининградцы сообщали и на прошлой неделе. Один из них находился в районе Малиновки. Некоторые уже предположили, что причиной гибели животных стали учения эстонских военных, которые проходили в начале мая. Журналисты Первого городского, в свою очередь, обратились за комментариями в Росприроднадзор, региональную ветеринарную службу и Балтийско-арктическое морское управление. К сожалению, ответить, с чем связана гибель животных и когда их уберут с пляжа, пока этих комментариев мы не получили. Но будем держать вас в курсе событий. Тем временем, жители Ленинградского района могут быть спокойны. Пятна на верхнем озере – это всего лишь пыльца растений. К такому выводу пришел начальник управления благоустройства и экологии Юрий Егоров после того, как там обследовали водную поверхность. Напомним, на этой неделе калининградцы забили тревогу из-за появившихся на озере пятен. Некоторым показалось, что это был мазут, после чего на место и выехали специалисты. О том, что это всего лишь пыльца, а не химические вещества, они решили после визуального осмотра. Но говорить о чем-то конкретно и делать выводы можно будет только через неделю. Тогда придут результаты всех проб. Напомним, ранее в Верхнем пруду и около него была обнаружена мертвая рыба. Горожане жаловались на неприятный запах. Тогда экологи объяснили это тем, что из-за теплой погоды и цветения водорослей кислорода в воде становится все меньше, что и приводит к гибели части рыб. Сейчас, по сообщению местной администрации, состояние озера не вызывает опасений. Ну и к не менее важным темам. К нам в редакцию за помощью обратилась Оксана Масляни. Калининградка рассказала, что уже вторую неделю не может спокойно жить. Ее мать Светлана Васильевна Репецкая ушла из дома в понедельник, 14 мая и до сих пор не вернулась. К поискам девушка уже подключила и полицию, и волонтеров. Все усложняется тем, что пенсионерка страдает потерей памяти. Возможно, просто не помнит, где находится ее дом и как зовут родственников. Непростую историю Оксаны Масляник знает уже весь район. Каждый день женщина выходит на улицу в поисках матери, которую она не обнаружила дома в понедельник, 14 мая. Тогда-то Оксана и забила тревогу. Вечером ночью искали, наутро мы позвонили в полицию, сказали о данной ситуации. Ну и потом же приехали в отдел полиции, написали заявление. И до сих пор она не возвращалась. У людей спрашиваем, никто не видел, никто не видел. Куда ушла, как сквозь землю проводилась. По словам Оксаны, ее мама страдает потерей памяти, а из-за стресса состояние и вовсе могло ухудшиться. Сейчас женщина может не помнить даже своего имени. Поиски осложняются и тем, что женщина не будет просить помощи у прохожих. Допустим, она могла где-то заблудиться, сидеть на лавочке, то подойдя к ней, не поймешь, что с человеком что-то не то, заблудилась или так далее. Спросишь, нужна ли вам помощь. Она может сказать, что не знаю. Или хорошо, вы хорошо себя чувствуете. Она может сказать, хорошо. И, соответственно, человек не окажет. Подойти, сказать, что я заблудилась, не знаю, где я нахожусь. Или подскажите, где улица Красносельская. Боюсь, что она может не спросить так. Когда пенсионерка вышла из дома, то была одета в джинсы синего цвета и футболку в черно-белую полоску. Возможно, была босиком. При ней не было ни сумки, ни документов, ни денег. Учитывая, что прошло почти две недели, сейчас она может быть похожа не на ту, что вы видите на фото, а больше на бездомную. Огромная просьба, чтобы люди, которые, может быть, с собачками гуляют, с детьми, обращали внимание на таких людей странного поведения. Вдруг среди них окажется моя мама. Просим еще раз внимательно посмотреть на фото. Если вы где-то видели эту женщину, сообщите по телефону, который видите на экране, или к нам в редакцию по номеру 555-085. Оксана Масляник будет благодарна за любую информацию. Анастасия Соколова, Михаил Эльбаум, Служба новостей город. Итак, строительные леса у центрального рынка уберут до 10 июня. Об этом сообщил директор управляющей компании. Также, по словам Сергея, звонок. Все прилегающие улицы к рынку будут отремонтированы до начала чемпионата. О других не менее интересных новостях мы расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». В Калининграде возобновляют работу торговые центры, которые ранее были закрыты из-за несоответствования требованиям пожарной безопасности. По словам персонала и посетителей, изменилось не так много. Огнетушителей осталось. Столько же двери теперь открываются в обе стороны, появились новые датчики. Более радикальные меры коснулись аварийных выходов. Там поставили противопожарные двери и покрыли стены огнеустойчивыми пеноблоками. На острове Канта появятся новые скамейки. Всего планируют установить 26 штук. Цена каждой почти 40 тысяч рублей. Также на острове появятся новые урны. Отмоют памятники и наведут уборку. Все работы должны завершиться до чемпионата. К слову, деньги на преображение выделило руководство Кафедрального собора. Глава Калининграда Алексей Силанов посетил с проверкой несколько детских лагерей в Светлогорске. В целом он остался доволен. Везде отремонтированы душевые, туалеты и отопление. Единственное, чего, по мнению мэра, не хватает – это озеленение. В этом году мест для купания станет больше. По решению властей купаться можно будет в озерах Карповском, Пилавском, Голубых и Шенфрис. На всех водоемах с 29 мая будут дежурить спасатели. Мечтаешь работать на телевидении или узнать о том, что происходит за кадром? Тогда следующий сюжет специально для тебя. Сегодня наша творческая команда снимала промо-ролик, который вы увидите в эфире Первого городского во время чемпионата. А вот как технический директор становится визажистом, редактор-переводчиком, а оператор просто делает хорошо свое дело, вы можете увидеть прямо сейчас о секретах телевизионной кухни в материале Анастасии Соколовой. Привет-привет! Я около музея Мирового океана. И сейчас вот они, наши ребята, операторы. Наконец-таки они в кадре. Собираю технику, чтобы снимать промо-ролик. Смотрите, вовсю идет съемочный процесс, и только Денис Салантин, вот он, стоит красивый, что-то тупит в телефоне. Давайте узнаем, что он сюда вообще пришел тогда. Денис, привет! Привет, привет! Вот такие классные фотографии с футбольным мячом, да? Ты уже походил, а делом поднимался? Да, мы снимаем сейчас такие маленькие зарисовки, и я думаю, что получится очень круто. А что у тебя на лице? Ну что-что, не видишь, это флаг. На трубой щеке. А, я запутался. Не только Денис Салантин может быть красивым, но и я тоже. Вот наш Дима, технический директор. Дима, скажи привет. Привет. О, он мне тоже нарисовал. Сейчас сознаем у Леши, что же здесь происходит такое. Привет, Леша! Леша наш редактор. Всем привет. Сегодня у нас происходят съемки так называемых промо-роликов. Промо-ролики у нас посвящены чемпионату мира по футболу, который у нас произойдет буквально через несколько недель. Приехали ребята из Бразилии, приехали ребята из Китая. Что-то приходится говорить на русском, что-то приходится говорить на английском. Благо, многие меня understand. Малеша на своем английском пытается объяснить иностранцам, что он от них хочет. Катя, ты что делаешь? Делаю селфи. Это Катя, наш редактор. Вот так она развлекается на съемках. Наконец-таки в кадре Миша. Вот так он обычно выглядит для всех людей. Лица не видно, и сейчас вы тоже. Миша, поздоровайся, пусть люди увидят твое лицо. Нет. Я все смеялась над Лешей, что он жестами объясняется с иностранцами. А теперь, пожалуй, хочу поговорить сама с ними. И так как я не знаю английский. Ну, в общем, вы сейчас увидите, как это будет. Здравствуйте. Бразилия. Я люблю Россию. Это удивительная страна. Красивая, такая интересная. Мы действительно любим Россию. Я видела, что ты танцевала. Да, я танцевала. Самба. Самба в Бразиле. Как самба в Бразиле. Вы можете показать мне, как танцевать самба? Да. Сейчас. Сейчас. Я делаю хорошо. Это правильно? Конечно. Да, правильно. И ты еще можешь двигать руками и всем своим телом. Это самба. Ух, я аж покраснела. Самба – это жаркий танец. Мы полетели! Ну, и это еще не самые интересные новости. И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. На территории фан-зоны вооруженные преступники заложили бомбу. Чтобы скрыться, они открыли огонь. И переживать не стоит, ведь это всего-навсего учение по отработанному сценарию. Калининградские автомобилисты продолжают нарушать и удивлять. Ну, а зрители первого городского снимать о необычных ситуациях на дорогах, расскажем в постоянной рубрике. Прогулка только на поводке, в наморднике и строго в отведенных местах. Депутаты разрабатывают новый закон для владельцев четверомедлих. Ну, а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. В Южной Корее арестовали российское грузовое судно, на борту которого находилось несколько калининградских моряков. Об этом сообщает РИА Новости. Это произошло после того, как экипаж пожаловался на долги. По неподтвержденным данным, нашим соотечественникам оплатили билеты домой, а также выдали аванс. Остальным российским морякам обещали отдать деньги после того, как владелец продаст продукцию с корабля. Далее наш эфир продолжит новости с места происшествия. Неизвестные вооруженные преступники заложили на площадке фестиваля болельщиков бомбу, а при попытке задержания открыли огонь и скрылись с места преступления. Именно такой сценарий отработали на учениях сотрудники спецслужб. Причем весьма успешно бомбу обезвредили, нарушителей догнали. На улице Кирпичной накануне пожарные не смогли быстро добраться до места возгорания из-за бетонных блоков. По сообщению очевидцев, мусор на территории строящегося храма подожгли дети, которые после того, как полыхнул огонь, сразу же убежали. Никто не пострадал. На Невского образовалась пробка, виной всему столкновение полицейской машины и Мазды. По предварительным данным, автомобиль с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом вредался в легковушку на перекрестке. Никто не пострадал. Ну и фото, которые вы сейчас видите на своих экранах, сделаны на улице Борзова. По сообщению очевидцев, на пешеходном переходе водитель сбил 14-летнего подростка. Школьник получил незначительные травмы. О других новостях с дорог города и области расскажем далее. Сегодняшний хит-парад курьезов открывает водитель черного БМВ, для которого красные и зеленые сигналы светофора абсолютно фиолетовые. Иномарка просто проехала зебру, по которой несколько мгновений назад шли пешеходы и гордо скрылась вдали. И не автомобилист, и не пешеход. Он велосипедист. И его тоже сигналы светофоры волнуют не сильно. Поэтому, как ни в чем не бывало, водитель двухколесного транспорта чуть не вредался в бок машины, которая поворачивала по всем правилам. А на этом видео можно наблюдать самых торопливых водителей, которые в спешке не замечают дорожную разметку, а затем и гравия обочины. Видимо, автомобилисты перед выездом не успели почитать правила. Там есть комментарии и расценки такого вождения. И теперь венец нашей подборки. Водитель микроавтобуса с детьми, который даже не включил поворотник, чтобы перестроиться с полосы разгона. А потом он и вовсе бросил попытки занять место в ряду машин, просто поехав по гравию обочины. Ну а теперь подошло время для новостей из мира экономики, бизнеса и политики. Подешевеет ли в ближайшее время в России бензин? И почему США планируют ввести санкции против Северной Кореи? Ответы на эти вопросы и не только знает моя коллега Кристина Булыцына. Партнер рубрики «Бизнес-новости» строительная компания «ТМК Калининград» – официальный дилер производственного предприятия «Тамак». Здравствуйте! Начнем с новостей страны. Акцизы на бензин и дизельное топливо снизятся с 1 июля. К такому решению правительство страны потолкнул быстрый рост цен на топливо в начале этой недели. После чего власти решили снизить ставки акцизов на четверть или в среднем на 2 рубля за литр. К слову, только за последние два месяца цены на бензин в Калининградской области выросли в среднем на 4%. Тем временем музей из Санкт-Петербурга помогут создать Калининграду культурно-музейный комплекс. Об этом договорились Антон Алиханов и глава Петербурга Георгий Полтавченко. Напомним, в марте этого года власти сообщили о желании построить на Октябрьском острове культурно-образовательный музейный комплекс, в котором также планируется создать музей «Россия. Моя история» и филиал сцены Большого театра. И к новостям региона объявлен тендер на реконструкцию еще одного участка северного обхода. Речь идет о развязке на Зеленоградск с подъездом к Гуревску. Начальная сумма контракта – 3,5 млрд рублей. До декабря следующего года должен быть построен шестиполосный участок дороги длиной порядка 1,5 км. Победитель также должен будет построить две разноуровневые транспортные развязки и четыре пути провода. К слову, на завершение строительства обхода выделят 7,5 млрд рублей. А в это время БМВ планирует выпускать в Калининграде новые модели автомобилей, которых еще нет на мировом рынке. Для этого Антон Алиханов готов предоставить компании земельный участок. В качестве основной площадки под строительство рассматривается индустриальный парк Храброва. Если контракт подпишут, работы могут начаться уже в этом году. И в завершении новости мировые. США планируют ввести новые санкции, правда, на этот раз против Северной Кореи. Об этом сообщает Лентару. Против страны будут введены десятки ограничений. Вашингтон возмутила последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи, в котором она назвала глупым вице-президента США Майка Пенца. Он, по некоторым данным, допустил реализацию ливийского сценария в отношении между двумя странами. Это были все актуальные бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Кристина Булыцына. Увидимся на Первом городском. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – строительная компания «ТМК Калининград» – официальный дилер производственного предприятия «Тамак». Тем временем иностранная валюта продолжает падать. Накануне цена за евро снизилась почти до 71 рубля. Как евро, доллар и польский злотый поведет себя на выходных, предлагаю узнать из официальных данных. Курсы валют на выходные. Дор США – 61 рубль 66 копеек. Евро 72 рубля 11 копеек. Польский злотый – 16 рублей 76 копеек. Ну а теперь важная новость для владельцев домашних животных. Госдума начала рассматривать законопроект о введении понятия «потенциально опасная порода». Если ваш любимец попадает в этот список, то вы и ваш четвероногий друг автоматически становитесь очень много должны о новых правилах, которые пока не вступили в силу в следующем материале выпуска. Закон еще не вступил в силу, а список потенциально опасных пород уже составлен. В него попали американский питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья собака, анатолийский карабаш, американский стафарширский терьер, кавказская овчарка, алабай и метисы. Если среди перечисленного вы не услышали породу своего питомца, радоваться все еще рано. Для Калининграда этот список гораздо шире, а ознакомиться с ним подробно можно на сайте администрации города. Адресы вы сейчас видите на экране. Если в списке ваш четвероногий есть, тогда готовьтесь. В первую очередь вам необходимо будет зарегистрировать животное и каждый год после этого подтверждать данные. Кстати, для Калининграда это не новость. Такие правила в нашей области действуют не первый год. Вот только по данным зоозащитников соблюдает их далеко не каждый. Помимо этого, если закон вступит в силу, выгуливая своего потенциально опасного четвероногого друга, можно будет строго в наморднике и на поводке. Побегать в свое удовольствие таким питомцам можно будет только на огороженной территории, которая, внимание, принадлежит владельцу собаки. Будут ли созданы специальные площадки для выгула питомцев, пока не сообщается. Фото, которое сейчас вы видите за моей спиной, Антон Алиханов выложил в Инстаграм с необычным хэштегом, тройной буквой А. Таким образом, губернатор, скорее всего, выразил радость от встречи с известным журналистом Алексеем Венедиктовым. За что, кстати, получил 3000 лайков. Что еще пользователи комментировали и обсуждали в сети, смотрите в нашей постоянной рубрике. Партнер рубрики «Социальные сети» Центр продажи и обмена автомобилей «Риэл Авто». Немалые просмотры набирает это видео из Калининграда. На нем наш дворник напрочь отметает идею разделения мусора в России. На кадрах мы видим урну, в которой есть отдельная секция для пластика, и дворника, который усердно весь этот мусор собирает в пакет. И пластик, и нет. А какая разница, все равно выбрасывается все это на общую свалку, комментируют, пользоваться ли соцсетей. Калининградцы лайкают и видео Петера Шмейхеля. Чемпион Европы по футболу приехал в наш город и снял очередной выпуск своего шоу. Он рассказал, что нужно знать о Калининграде, побывал на Курской косте, новом стадионе, а еще попросил местного стеклодува освободить для него место. А в России тем временем обсуждают видео, которое выложили накануне. Итальянцы перед чемпионатом мира решили посмотреть русский футбол. Они отметили, что болельщики у них круче, потому что на поле выбегают сразу без одежды. А вот на наших футболистов можно посмотреть, но только потому, что они красивые. А в мире лайкают Хилари Клинтон. Она принесла в Ельский университет шапку-ушанку и добавила, не можешь победить их, присоединись к ним. Партнер рубрики «Социальные сети», «Центр продажи и обмена автомобилей» «Риэл Авто». Обсуждали сегодня в интернете резко изменившуюся погоду. Около пяти часов вечера небо над Калининградом неожиданно потемнело. Начался сильный дождь с грозой и даже градом. Из-за чего, как сообщает портал Яндекс, город сразу же встал в восьмибальные пробки. Даже несмотря на то, что дождь кончился буквально через четверть часа, заторы на дорогах наблюдаются до сих пор. Кстати, на выходных синоптики обещают похолодание и осадки. В субботу воздух прогреется максимум до плюс 20, а вот в воскресенье потеплеет до 26 градусов. После чего нас ждет солнечная погода до конца аж следующей недели. Ну а вот совпадут ли прогнозы синоптиков и данные о погоде в интернете, мы сможем проверить только после того, как познакомимся со следующей информацией. Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника на вагоностроительной 10. В Калининграде 26 мая плюс 24 малооблачно. 27 мая плюс 24 малооблачно. 28 мая плюс 26 ясно без осадков. В Гданьске 26 мая плюс 18 малооблачно. 27 мая плюс 20 малооблачно. 28 мая плюс 21 малооблачно. В Вильнюсе 26 мая плюс 23 ясно. 27 мая плюс 23 гроза. 28 мая плюс 25 ясно. Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника на вагоностроительной 10. Ну а теперь подошло время для новостей от гостей и жителей города. Наш эфир продолжит традиционный опрос. Спонсор рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». Погода отличная. Настроение хорошее. Ребенок маленький. Здоров и счастлив. Это самое главное. С Латвии приехали, вот у малышей соревнования по дзюдо. Приехал в командировку, все сделал. Свободный вечер. До вечера свободен. Вечер домой, в самолет. Я побывала в музее океанов и узнала всего нового. Первый день в Кременграде. И солнечный остров Кремен. Вот знакомься с музеем. Очень все нравится. Это прекрасный город. Мы здесь впервые, впервые в России. Спонсор рубрики «Хорошие новости» – сеть магазинов европейского формата «Семейная мода». Ну и самый лучший подарок для всей семьи – это бытовая техника. Сегодня много разных вариантов, но стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, уверены эксперты. В сетевых магазинах зачастую техника и смартфоны дороже, но наши корреспонденты нашли новый местный гипермаркет, в котором и цены не кусаются, и выбор огромной подробности в нашей специальной рубрике «Страна советов материалов партнеров». На поиски нового телефона Олег потратил не один день, пока по рекомендации друзей не отправился в новый магазин. Молодой человек признается, лучшего качества ассортимента и цены на новый смартфон в городе не встречал. Искал телефон для своей девушки, именно в определенном цвете, обошел полгорода, нигде ее нашел, пришел сюда, здесь огромный выбор, отличные цены и именно то, что мне было нужно. А здесь действительно есть все, что нужно, начиная от чайника до самого вместительного холодильника или стиральной машины. При этом качество товара гарантированно, уверяют продавцы. В нашем магазине очень большой ассортимент выбора брендов, особенно Siemens, Bosch, такие знаменитые, как Apple. Сейчас вышел новый бренд у нас, надеюсь, одних из первых. Dreams Machine – это популярная польская фирма, выпускает игровые ноутбуки, поэтому будем очень рады, приходите. Для тех, кто въезжает в новую квартиру или хочет обновить старый интерьер, вас заинтересует уникальная система скидок. У нас постоянно проходят акции, бонусные программы, сейчас в данный момент проходит большая акция на встраиваемую технику. То есть, если берете 2 единицы товара встраиваемой технике, 10% скидки, 3 единицы – 15, 4, 20. Это очень выгодно. В магазине есть акции на постоянной основе и акции на срочные позиции. Акции проходят регулярно, и каждый может успеть купить что-то по супер выгодной цене. О качестве предлагаемого товара Максим Костерев знает не понаслышке. Многолетний опыт позволяет ему с уверенностью говорить – им нет равных. Сейчас магазин открыт не на полной площади, только половина зала. Вторая часть зала будет открыта в ближайшем будущем. В дальнейшем планируется открыть сеть магазинов. У нас подобраны опытные высококвалифицированные специалисты. Благодаря их работе мы имеем высокую репутацию у наших покупателей. Качественная бытовая техника нового поколения по приятной цене, отвечающая всем современным требованиям. Это новый магазин «Уйма». «Уйма» – это самостоятельная марка, придуманная и созданная в Калининграде, со своим стилем, разработанным специально для нас. Мы не имеем отношения ни к одной сети и идем своим путем. В магазине на сайте действует накопительная система бонусов. На полученные бонусы покупатель может приобрести любой товар. Подробности программ можно уточнить либо у продавцов-консультантов, либо по номеру телефона 510-511. Я приглашаю всех за покупками в гипермаркет «Уйма». Посмотреть и заказать технику можно на сайте уйма.ру или приходите за покупками в гипермаркет «Уйма», третий этаж торгового центра «Мега» на Уральской, 18. И это были все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии работал Алексей Колодкин. И желаю вам хороших выходных. И встретимся, как всегда, на Первом городском в 2018. Генеральный спонсор службы новостей «Город». Сеть аптек «Аптека для бережливых». Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова